Вместо инновационных протезов забайкальские инвалиды чаще могут рассчитывать лишь на те, что выпускаются на протяжении десятилетий. Почему новые веяния с трудом пробиваются к тем, кто нуждается в протезировании? Ответ на этот вопрос пыталась отыскать Дарья Миняйла. Чемпион в спорте и в жизни. С 10 лет Сергей Москвитин борется не только за медали, но и за право нормально жить. Это сегодня он делится своими успехами в плавании, метании ядра и других дисциплинах. А 14 лет назад с тревогой смотрел в грядущий день. Казалось бы, детская шалость привела к трагедии. Пошли на рыбалку с подсовками. С рыбалки домой шли, решил до дома доехать на поезде. И на вагон запрыгнул, солнечный удар получил. И голова закружилась, упал с вагона, под поезд попал. Тогда Сережа лишился обеих ног. Уже спустя полгода заново учился ходить. Первые шаги после трагедии были мучительными, а протез причинял страшную боль. То ли из дерева, то ли из чего был сделан. Ну, это ужасный был протез. Тут вот, когда он как сгибался, тут ремень был. Все, вот тут эти железные такие были, кожу придавят. И вообще там боль такая была адская. Сегодня молодой человек передвигается без посторонней помощи. Нынешние протезы не сравнятся с теми, что были раньше. Хотя сетует, могло быть и лучше. К слову сказать, протезно-ортопедическая отрасль на месте не стоит. Забайкальские предприятия могут и готовы изготавливать современные изделия. Но в данном случае по рукам и ногам связаны требованиями госконтракта. Мы не выбираем сами, какое изделие, какой протез изготовить инвалиду. Мы работаем в рамках государственных контрактов. То есть то, что включено в техническое задание, только такие протезы мы можем делать. Выйти за эти рамки мы не вправе. В деле обеспечения инвалидов Читинское протезно-ортопедическое предприятие – лишь исполнитель. Кто же тогда решает, какой протез в итоге достанется инвалиду? За ответом мы обратились в фонд социального страхования. Здесь нам рассказали, что в их обязанности входит оплачивать конкретное изделие, указанное в индивидуальной программе реабилитации. Но есть одно «но». В документе, этом разработанном специалистами медико-социальной экспертизы, как правило, указывается только общее наименование. Как же быть, если, к примеру, линейка модульных протезов включает больше 10 разновидностей? Варьируются и цены. В итоге выбор протеза остается за фондом социального страхования. С учетом сокращения финансирования из федерального бюджета этих полномочий, несложно догадаться, какой критерий станет ведущим. Приходится очень сильно экономить. К сожалению, этих средств недостаточно. Недостаточно для того, чтобы в полном объеме удовлетворить потребность. Достаточно для того, чтобы всех обеспечить максимально высокотехнологичными протезно-антопедическими изделиями. И в рамках группового наименования мы выбираем какое-то изделие, которое мы можем позволить себе купить для человека. И все же факты, когда рекомендованный бюро медико-социальной экспертизы «Инновационный протез» инвалиду изготавливают за счет государства, есть. Но их немного. Существуют, правда, и другие варианты. Так что спасение утопающих, как всегда, зависит от них самих. Правда, есть и надежда, что часть затрат может быть компенсирована. Но это скорее исключение, чем правило. Ведь большинство инвалидов не могут позволить себе такие расходы. Дарья Миняила, Виталий Квашнин, Вести, Чита.